Время летних каникул многие школьники решили провести с пользой для города и собственного кошелька. 453 ребенка из города Ирбита и Ирбитского района записались в трудовые лагеря и уже активно работают. А некоторые успели получить первую в своей жизни зарплату. Деньги просто так не даются, их нужно зарабатывать. Сегодняшние школьники и студенты об этом знают не понаслышке. Дети летом активно записываются в трудовые отряды. Причем желающих поработать в этом году оказалось даже больше, чем планировалось. Александра Никитина выбрала для себя дело по душе. Она вместе с подругой Алиной работает вожатой в школьном лагере. Для девочек заработок не главное. Главное – опыт, который пригодится им в будущем. Я давно хотела поработать именно вожатой, потому что моя будущая профессия – учитель, и для меня это очень такой интересный опыт. Я давно хотела работать вожатой. Я очень люблю детей, и для меня это как какая-то практика, потому что я в дальнейшем хочу связаться уже с педагогикой. Рабочий день у ребят в трудовых отрядах короткий – всего два часа. Дети в течение этого времени выполняют самую разную, посильную работу. Причем трудятся подростки не только в образовательных учреждениях, но и на предприятиях. В этом году у нас заявились и поучаствовали в данном мероприятии Ирбитский политехникум, Ирбитский мотоциклетный завод, колхоз «Урал», а также индивидуальный предприниматель Буньков Олег Николаевич. У нас, к сожалению, не так много работодателей заявляется в принципе по программе временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Мы, конечно, были бы рады и приветствовали бы больше как раз самостоятельно заявляющихся организаций. За реальный труд, соответственно, платят и заработную плату. Часть суммы выплачивает работодатель. На оплату труда детей в бюджете города предусмотрено в этом году 800 тысяч рублей. В районе – 1 миллион 850 тысяч. Также Ирбитский центр занятости оказывает со своей стороны материальную поддержку. В среднем за 20-дневный рабочий период получается порядка 4 тысяч. Заработная плата зависит от выработанных часов. Подростки у нас работают не более двух часов. Оплата зависит от возраста. Подростки в возрасте 14-15 лет получают 136 рублей 54 копейки за один час работы. Подростки в возрасте 16-17 лет получают 97 рублей 53 копейки за один отработанный час. Размер материальной поддержки именно от центра занятости от однократной до двукратной величины минимального пособия по безработице. С 1 января 2019 года данный минимальный размер составляет 1725 рублей. Сотрудники центра занятости совместно с представителями молодежных бирж труда регулярно выезжают в организации, где трудоустроены дети, чтобы убедиться, что никаких нарушений в отношении юных работников нет.